Всем огромный привет! С вами Маша и добро пожаловать на мой канал! Сегодня, как вы поняли, у нас будут пустые баночки за июль месяц. Как видите, у нас будет их очень много, поэтому запасайтесь кофейком, чайком, всем чем только вам угодно. И давайте приступим к разбору всех баночек. Давайте начну с того, что у меня здесь внизу лежит. Первое, это вот такой краситель, закончился от Lissab Professional. Это у меня пигмент прямого действия под номером 0018. Это фиолетовый пигмент, который, в принципе, убирает желтизну с волос. Здесь 100 мл разводится один к одному с оксидом, желательно 12%, можно 9%. И, в принципе, действует неплохо. Убирает желтизну, я обычно добавляю его к любым другим краскам. И работает он неплохо. Как раз-таки про оксид. Закончился тоже от Lissab Professional. Вот такой вот оксид, литровая бутылочка. Это у меня 9% оксид. Он же по-другому может выглядеть, называться вот так вот, 30 вол. Вот. Это у меня серия Special Blue. То есть, это серия специального оксида, который тоже нейтрализует желтизну с волос. Пользовалась на протяжении многих лет. Именно вот этим оксидом была очень довольна им, но теперь не покупаю из-за того, что очень дорогой стал. А так, если есть возможность, то хороший очень и производитель, и оксиды, и красители тоже у Lissab очень-очень хорошие. Давайте, раз уж мы с красками с вами начали, закончим тоже красками. Это два вот таких вот прекрасных оттенка от Garnier Color Sensation. Первый номер это 111 ультраплатиновый блонд. Вот этот второй номер это 910, это пепленно-платиновый блонд. В общем, то, что я могу вам сказать. Если у вас светло-русые волосы, то вы именно станете вот такой вот светленькой. Если их смешаете вместе, что я и сделала, будет очень красивый платиновый оттенок. Но это либо на осветленных волосах, либо на натуральных светлых. Если вот как у меня были темные корни, то, к сожалению, у вас получится именно натуральный русый оттенок. Не темный, не светлый, а именно средний русый оттенок. В принципе, неплохо себя показала краска. Мне нравится очень Garnier, потому что они щадящие краски, они не травмируют волосы, потому что они с маслами, именно вот эта серия. Так что могу вам посоветовать. Крутая очень краска. Далее тоже, можно сказать, ну, красящаяся штучка. Это тоник-оттеночный бальзам для осветленных и светлых волос. Это у меня номер 9-1, платиновый блондин. В общем-то, неплохая штука. Я, знаете, периодически с ней то дружу, то не дружу. Очень знаю, что много было комментариев у меня в Инстаграм о том, что это вообще очень опасная химическая смесь, что вообще не советует никто ей пользоваться. Ну, блин, попробовать один раз можно, поэкспериментировать можно, ничего от этого не будет. В общем-то, если вы боитесь за свое здоровье, то не покупайте. Если вы не боитесь экспериментов, то купите, попробуйте. В принципе, хорошая штука убирает желтизну, и волосы становятся пепельными. Вот эти у меня миниатюрки закончились от Londo Professional. Это у меня бальзамчик для волос, а это шампунь для волос. Они для ослабленных и ломких волос. В общем-то, здесь объем 30 мл. Вообще малышки. Могу сказать, что мне очень понравились вот эти два средства, потому что они волосы делают просто фантастически мягкими, очень гладкими, ухоженными, и у них действительно очень такой восстановленный получается вид. Единственное, мне хватило вот этих малышек на три применения. Но могу посоветовать, потому что мне очень понравился фруктовый аромат у этих средств, и на волосах он сохраняется, ну, в принципе, достаточно долго. Далее тоже закончились две малышки от Kerasis. Это у меня тоже восстанавливающая серия, шампунь и кондиционер. Что могу сказать? Этих, конечно, мне малышек хватило на дольше. Здесь 60 грамм у каждой версии. И здесь получается, знаете, очень-очень густая консистенция у этих средств, особенно у кондиционера. Вот очень густая, прям вот катастрофически густая. Но, в принципе, это даже хорошо, вот, потому что хватает надолго. Шампунь тоже густоват, и за счет этого, я считаю, была очень хорошая экономия. Очень хорошо очищается кожа головы, очень хорошо очищаются волосы. И, в принципе, тоже отличные средства, потому что волосы становятся мягкие, восстановленные, очень блестящие. Ну, в принципе, могу посоветовать, кого есть возможность, купите, попробуйте этот ход. Давайте дальше продолжим волосами. Закончился еще один шампунь. Это Hair Vital. Это мой самый-самый любимый шампунь. Я, в принципе, очень люблю теплоу марку Hair Vital. Я с ней познакомилась в прошлом году и очень ее полюбила. Я вот советую настоятельно хотя бы вот раз в годик проводить волосам вот такую, скажем, терапию и пользоваться такими шампунями. У меня это был шампунь для укрепления и роста волос с лизоцетином и пантенолом. Мне безумно нравится и аромат у этих средств. Он какой-то цветочно-фруктовый. Плюс ко всему, мне нравится, как очищаются кожи головы. Мне нравится, как потом блестят волосы. Они становятся безумно мягкими, ухоженными. И вот после Hair Vital вот ухода я вообще потом не пользуюсь никакими уходовыми другими средствами. Ни кондиционером, глискуром, ни маслом. Вот этот шампунь, если у вас есть еще и бальзам, вот это просто фантастика. Закончился вот такой вот бальзам для сильно поврежденных и сухих волос от Glisskur. Это экстремальное восстановление. Волос, в общем-то, не понравился он мне в этот раз. Я его покупала пару лет назад. Он мне безумно понравился. Но у меня, видимо, в тот момент жизни были волосы в более ужасном состоянии. Поэтому он мне подошел. Сейчас он мне совершенно не подошел. Во-первых, зажирнил мне совершенно волосы, кожу головы. Волосы как пакли висели. Поэтому вообще его приходилось по минимуму использовать. Но все равно что-то пошло не так. В общем-то, если у вас очень убитые волосы, то это вот ваша история. Если у вас волосы в более или менее нормальном состоянии или в хорошем состоянии, вообще не покупайте, потому что только испортит вид волос, и вы будете очень разочарованы. Еще одно средство для волос, которое я вам могу с чистой совестью посоветовать. Это от Гаренье мгновенная маска Эликсир для ослабленных и поврежденных волос. Мне очень нравится аромат. Он такой, знаете, авокадо с какими-то маслами. Ну, приятно. В принципе, это масло карите вроде бы здесь, да, в составе оно есть. Поэтому именно авокадо и карите очень приятный аромат. Мне очень нравятся, чем такие маски, потому что они действуют, в принципе, за минуту. Но это вообще тут написано за секунду действия. Но обычно я держу такие маски минуту-две, и вообще волосы мои счастливы, потому что это действительно нереальное увлажнение за такое минимальное время. И, в принципе, оно действительно стоит и своих средств, и стоит того, чтобы просто попробовать хотя бы один раз, потому что маски именно вот эти минутные от Гарнье мне очень нравятся. Они очень-очень крутые. Дальше, что у меня закончилось? Это вроде бы тоже для волос. Это витамины биотин 300 миллиграмм. В общем-то, я покупала эти витамины на iHerb. И, знаете, это самая моя неудачная покупка на iHerb. Потому что они, эти витамины, совершенно ничего не делали. Здесь хоть и 100 таблеток, я их, получается, растянула где-то на 3 месяца. Я принимала по одной таблетке где-то в день. Я не помню, честно, как я принимала, но я помню, что мне где-то на 3, может быть, больше месяцев хватило. Ну, ничего совершенно не делает. Ни волосы не росли, ни ногти не росли, не стали они крепче. В общем-то, бесполезная трата денег. Так что не советую именно вот эти витамины покупать. Биотин вообще просто бесполезная штука, еще раз повторюсь. Дальше давайте перейдем, наверное, к средствам по уходу за телом. И первое средство, да, это Palmolive Man, бодрящий гель для душа, цитрусовый заряд. В общем-то, да, это для мужчин. Чем мне понравился этот гель для душа и почему я вам его показываю? Да потому что он офигенный. Впервые я попробовала средство для мужчин, от которого я фанатею конкретно. Во-первых, это настолько реально цитрусовый заряд. Очень-очень такая приятная смесь всех цитрусов, лимона, апельсина, мандарина, лайма. Так что, девчонки, у кого мужчины любят такой гель для душа, у кого он есть, обязательно попробуйте. И не бойтесь, что он мужской. Ничего страшного в этом нет. Он очень крутой. Он прям хорошо очищает кожу до скрипа, но не сушит ее. И у вас на теле сохраняется, ну, очень долго вот аромат вот этого цитруса. Кстати, могу сказать, что Palmolive именно меня очень порадовал в этом году. Последние пару месяцев мы вот с Сашей, мужем моим, пользуемся практически только Palmolive. Вот, и, кстати, к подтверждению моих слов, у меня есть вот такой Palmolive. Это кокосовое молочко, крем-гель для душа с экстрактом кокоса для обновления кожи из серии Gourmet Spa. Мне очень понравился этот гель. На самом деле, я его покупала, ну, просто чисто, ну, надо было гель для душа при переезде. И я вот первую попавшуюся схватила в пятерочке и ушла. Но на самом деле он оказался офигительный. Это, знаете, такая вот смесь ванили и кокоса, вот что-то среднее. Но больше, конечно, отдает в ваниль, но все равно кокос присутствует. Очень приятный аромат, очень приятная мыться, хорошо очищает кожу, создает воздушную пену. И плюс ко всему мне нравится, что потом после душа у вас кожа очень увлажнена. И самое главное, она не зажирнена. Так что вот реально попробуйте вот эти вот Palmolive. Они действительно в последнее время очень радуют. И ароматы, и действия, и просто вот фантастика, честно скажу. Наконец-таки я закончила этот скраб, потому что я его забыла, честно вам скажу. Он у меня пролежал, но я не знаю сколько. Я о нем совершенно забыла. Я другие скрабы использовала. И вот, наконец-таки, Reche Scrub Man. Мне его присылали на обзор. В общем-то, могу сказать, что, в принципе, это неплохой очень скраб. Он действительно очень хорошо скрабирует кожу, отшелушивает все. Сохраняется аромат кофе надолго. Но мне не понравилось, что он жирноват, если честно. Потому что я не люблю, когда на коже есть какие-то такие неприятные ощущения. Вот этот скраб лично мне жирнил кожей. Приходилось потом хорошенечко еще гельчиком все это смывать. Ну, не знаю. Это, конечно, на любителя. Но действия как скрабирующих частичек мне нравятся. А вот как жирность на коже это вообще не очень. Еще один гельчик, только теперь от Камеи закончился. Это Magical Spell. Получается, он с черной орхидеей и маслом пачули. Аромат, вот именно, знаете, такой на любителя. Он потому что очень, знаете, теплый и тяжелый в то же время. Потому что он все-таки больше подойдет на холодное время года. Вот как раз, когда у нас лето в Москве было, прям вот совершенно не летом. Я использовала этот гель, и я была просто счастлива. Потому что он действительно такой теплый, он окутывает своим вот этим вот магическим ароматом, вот этой орхидеей. И просто это очень приятное ощущение, когда ты моешься, и вот такой вот вкусный аромат. Тем более, я очень люблю орхидеи. Вот. Ну, как гель для душа, он тоже отличный. Это у меня такой второй бутылечек. Я ему очень довольна. Я думаю, что периодически, может быть, зимой я тоже его буду покупать. Поэтому, не знаю, я вам могу посоветовать. Те, кто любит такие теплые окутывающие ароматы, попробуйте и присмотритесь. Далее. Еще одна покупка с Айхерба. Это вот такое мыло. Everyone Hands Up. В общем-то, супер мята считается. Это получается Winter Mint Limited Edition. Что я могу сказать? Почему, собственно, я с Айхерба заказала это мыло? Не потому, что оно типа органическое. Нет. Только потому, что мне очень нравится мятное мыло от Organic Shop. Оно, по-моему, в такой бирюзовой, либо такой вот мятной упаковке. И тоже оно как-то так называется. Снежная мята или снежный снег, что-то как-то вроде этого. Если кто помнит, напишите в комментариях. Я очень люблю это мыло, но периодически его невозможно найти, потому что оно действительно крутой и его часто разбирают. И, в общем-то, мне очень зимой захотелось этого мыла. И заказала с Айхерб. Я думала, будет тоже такой, знаете, приятный аромат достаточно. Но какой-то, знаете, он все равно химический оказался. Мята есть, но химия тоже какая-то присутствует. Так что я вот не посоветую это мыло покупать. Хоть очень красивая достаточно упаковка, такая зимняя, да. Но, не знаю, по действию ничем не отличается от Organic Shop. По цене дороже. Так, и, кстати, здесь у нас объем 377 мл. Ну, возможно, у Organic Shop тоже такой объем. Но просто, не знаю, мне показалось, что это мыло хуже намного. Хоть оно и отлично очищает, оно даже немного увлажняет кожу рук. Но как-то я в восторге от него не осталось. Так что я его не могу вам посоветовать. Давайте последний продукт покажу, который, в принципе, к телу относится, да. Это Desodorant Dove Original. Я вам, честно скажу, я его поиспользовала и допользовала уже просто скрипя сердцем. Потому что он настолько вонючий. Вот честно скажу, я не так часто ругаю какие-то такие личные интимные средства. Но вот это средство, оно ужасно. Вот серьезно. Оно даже для домашнего использования ужасно. Воняет жутко. Распыляется какой-то пудрой. В общем-то, не очень. От пота не защищает, от запаха тоже не очень. И я вообще не понимаю, для чего оно тогда существует. Вот. Так что использовала только для того, чтобы допользовать. У меня, кстати, есть еще роликовый такой Dove Original. Я его чувствую, отвезу на дачу. Пусть оно там лучше валяется. Там, наверное, пригодится. А, нет, смотрите, я вас надурила. Еще одно средство выкидываю. Это тайский кристалл-дезодорант с мангостином. Да, это прям тайский дезик. Я его покупала в Таиланде еще. Я уже не помню, сколько, 3 года назад. Почему выкидываю? Потому что он уже не действует, не работает. Он достаточно много использовался. И его достаточно много израсходовалось. Вот, посмотрите, видите, какая штучка там осталась. По факту это был полностью кристалл-дезодорант. Вот в такой же упаковке, как и вот крышечка. А вот этот, этот дезодорант, это вещь. Вот его 100% я вам порекомендую. Это реально, вот я вам только порекомендую покупать. Вот именно кристаллы вот такие. Они очень хорошие, защищают от пота. Вот всю беременность я пользовалась только вот этим дезодорантом. И до сих пор я очень жалею, что мы купили мало в Таиланде таких дезиков. И, в принципе, сейчас можно найти такие дезодоранты. Очень много продаются именно тайских товаров, именно специализированные магазины. Так что вот обязательно присмотритесь. С Айхерба я пока не покупала такие кристаллы. Они там немного как-то дороговато стоят. Поэтому у нас будет дешевле такие найти и купить. Но, в принципе, я вам посоветую. Очень хорошая штука защищает от пота, от запаха. Ну, знаете, если вы потренируетесь, и после тренировки, конечно, он вас не очень сильно защитит. А так, в повседневной жизни очень хорошая и очень стоящая штука. Ну, давайте пойдем по зубным пастам, наверное, да? Первое хочу сказать по поводу президента. Вот, знаете, я хоть и ругала какое-то время эту пасту, но, ну, знаете, вроде бы и нравится мне эта паста. Вроде бы и не нравится. Вот именно эта, она с небольшими такими скрабирующими штучками, что ли, частичками. Конечно, она не так сильно хорошо отбеливает, не так хорошо как-то освежает дыхание. Она слишком мягкая, на мой взгляд. Ну, просто попользоваться, попробовать можно. Но не более того. Вот паста, от которой я осталась в восторге в период моей жизни, когда я сделала зубы, у меня жутко они болели. У меня появилась такая паста от Сплат серии Инова. Это для чувствительных зубов. Новинка у них вышла. И могу сказать, она мне очень понравилась. У нее вот безумно мятный привкус остается, и она очень хорошо помогает именно чувствительным зубам. Если у вас болят десна, если у вас кровоточат десна, и именно у вас зубки болят, то она вот ваш вариант, потому что она уберет эти симптомы буквально за пару раз. И плюс ко всему, она очень-очень такая вот достаточно экономичная. 75 мл, но хватило мне ее на где-то на 3 месяца. Так что могу посоветовать. Она очень крутая. И вот берите на заметку. Далее, зубная паста также от Сплат. Это детская яблоко-банан для деток от 0 до 3 лет. Мне очень понравилась, да, мне понравилась паста по вкусу. Вот прям, знаете, такая яблочко-банан, фруктовая приятная паста. Сразу вспоминается детство, когда я тоже чистила вот такими зубными пастами. По-моему, даже Дракоша называлась паста, и мне безумно нравилась. Вот. Ну, в принципе, моему сыну тоже очень понравилась эта паста. Он с удовольствием чистил ей зубки. Вот, допустим, у нас сейчас осталось, еще чуть-чуть осталось паста мороженая, фруктовая, тоже Сплат. Но вот с ним он как-то не очень чистит зубки. Вот больше ему нравятся такие фруктовые. Так что, действительно, мамочки, берите на заметки. Потому что, ну, не страшно, не опасно такие пасты. Потому что они не содержат фтора и никаких плохих и аллергенных компонентов. Потому что детки все-таки в этом возрасте, они всю пасту периодически глотают, правильно? И поэтому вы не будете бояться, что ребеночек проглотит пасту, и ничего с ним не случится. Кстати, затесалось у меня вот такое еще средство от Organic Shop. Это масло для кончиков волос со свежим ангостином и органическим маслом ШИ. Называется Space Girls. Это Organic Kitchen. В общем-то, вы будете смеяться, но оно совершенно полное, как видите. И да, я его выкидываю. И только потому, что оно совершенно ничего не делало с моими волосами, только зажирняло. И волосы почему-то кончики особенно становились еще суши с этим маслом. Аромат, конечно, очень приятный. Пахнет ангостином, но подействует просто какашка. Вот еще одна маска, которая у меня, к сожалению, закончился срок действия. Я не успела допользовать эту маску. Поэтому эта маска называется Перезагрузка, тоже Organic Kitchen, маска обновления для лица. В общем-то, знаете, это очень хорошая увлажняющая маска. Она, ну, в периоды в некоторые меня очень спасала. Но мне не очень нравится, когда смываешь эту маску, первое ощущение, что у тебя какой-то жир на лице. Ее нужно смывать несколько раз, чтобы избавиться от этого ощущения. Но потом кожа становится очень мягкой, бархатистой и безумно увлажненной. Так что тоже берите на заметку эту штучку. Обязательно еще повторю. Потому что мне понравилась маска вот зимой, а это мое спасение. Выкидываю вот эту мицеллярку от Nova Sweet. Покупала я ее в Ашане. Это мицеллярный лосьон очищения и демакияж, глубокое увлажнение кожи. Я не знаю, в каком месте там глубокое увлажнение кожи, но это какой-то кошмар. Ну, пахнет, конечно, в принципе, нейтрально, таким, знаете, какой-то свежестью, хлопком, что ли. Но вот как она действует, как мицеллярная вода, это просто ужас. Это конкретный ужас. Она совершенно не смывает глаза. Она оставляет безумные следы панды под глазами. И плюс ко всему щипет глаза. Я уже использовала эту мицеллярку в качестве смывки сводчей. Но я вам скажу честно, она даже с этим фигово справляется. Она даже тени с рук вообще практически не смывает. В общем-то, выкидываю. Практически здесь осталась треть продукта. Не посоветую, потому что она хоть и дешевенькая, но фиговенькая. Еще один продукт, тоже такой достаточно бюджетный, дешевый. Это пропеллер. Лосьон от черных точек. Эффект вакуумной чистки кожи, глубокое очищение. В общем-то, могу вам сказать так. Я обожаю пропеллер, который маленький для комбинированной жирной кожи. Вы знаете, он очень вкусно пахнет лимончиком. И я вам честно скажу, я перестала тем своим любимым лосьоном пользоваться. У меня появились прыщи. Я пользовалась вот этим лосьоном. Прыщи у меня не уходили. Черные точки тоже. Поэтому я вам не посоветую именно этот пропеллер. А вот маленький, о котором я вам очень частенько рассказываю, я вам посоветую, потому что он крутой. Убирает прыщи на раз. Но, опять-таки, вот эти вот средства пропеллер, я заметила, это накопительный эффект. И сразу у вас ничего не уйдет. Но моя кожа уже привыкла к определенному пропеллеру, поэтому я только им и пользуюсь. Из кремчиков закончилась еще вот такая миниатюрка от L'Occitane. Что это у меня? А, это легкий крем комфорт для лица Carité. 3 мл. Вот эта вот малютка. Что я могу сказать? Мне безумно нравится крема L'Occitane. Они просто фантастически работают на моей коже. Кожа становится очень увлажненной, мягкой, бархатистой, шелковистой. Ну, не знаю, я могу пить оды долго. В общем-то, стоит попробовать хоть раз L'Occitane, и ты в него влюбишься. Это правда. К сожалению, очень дорого стоит такая косметика. У нас с вами осталась только декоративная косметика. И давайте с первого начнем. Давайте, наверное, вот с самой большой упаковки. Это пудра HD от ELF. Она у меня прозрачная. Вот так она выглядит. Да, здесь уже спонж вообще никакой. Вот видите, тут средства чуть осталось. В принципе, я думаю, вы много видели этой пудры в моих макияжах. Я очень много рассказывала о ней. Отличная пудра. Именно если вы хотите получить эффект фотошопа на лице, это вот ваш случай. Она матирует кожу. На жирной коже она держится достаточно долго. Так что присмотритесь. Это отличная пудра. Отличный вариант на лето, потому что она прозрачная. Если у вас вообще идеальная кожа, это ваш вариант 100%. Потому что ей очень комфортно пользоваться. Даже вот этим спонжем, которым я вам показала, есть внутри. Тоже очень комфортно и очень удобно пользоваться. Так что попробуйте, присмотритесь. Я заказываю всегда эти пудры с iHerb и безумно ими довольна. У меня засох мой любимый color tattoo в сороковом оттенке. Я этот оттенок использую в основном для бровей. То есть это просто обычная для меня помада для бровей в сороковом оттенке. Такой коричнево-серый. Давайте я вам... Блин. В общем-то вот так выглядит. Как видите. Так вот сводчик оставлю. Видите, она уже крошится, сыпется. Очень некрасиво получается. В общем-то отличная помадка. Ну, буду так ее называть для бровей. Но, кстати, если вы хотите именно в складочку века, тоже используйте это средство. Тоже очень отлично. Очень универсальный продукт, я считаю. Да и в принципе, color tattoo это просто универсальные продукты, которые, я думаю, уже пробовали все. И я думаю, все оценили их по достоинству. Выкидываю, наконец-таки, вот эту базу под тени от Vivienne Sabo. Это моя первая вообще база под тени, которую я безумно любила на протяжении трех лет, пока не попробовала базу Art Deco. Вот, ну, в общем-то, для первого варианта эта база очень подойдет вам, потому что она очень дешевая, она очень хорошая. Она держится на жирных веках, как прибитая. Тени не скатываются, все идеально ровно лежит. И отлично на этой базе все тушуется и все хорошо переносится. Эта база не имеет никаких микроблесточек в себе. Но единственный минус, она очень быстро засыхает. И это, в принципе, один и единственный минус. Закончилось у меня две туши. Первая туша это Max Factor. Что-то она у меня очень быстро закончилась, потому что я ей постоянно пользовалась. В общем-то, имеет вот такую большую широкую силиконовую кисточку, но ей очень удобно работать. Получается такой, знаете, эффект накладных ресниц. И безумно-безумно красиво это все. Кисточка разделяет реснички, она создает объем. В общем-то, все, как я люблю. Я вам ее посоветую однозначно. И еще одна закончилась тушь. Это Eva Mosaic. Называется Wow Mascara. Что мне не понравилось в этой туши? Мне кисточка не нравится. Но не люблю я такими кисточками пользоваться. Она вот такая ворсистая. В общем-то, не для моих ресниц. Не комфортно с ней работать. Она создает объем. Это да. Она не разделяет ресницы. И она какими-то комками ложится. Так что эту тушь я вам вообще не посоветую. Но мы с ней не сроднились. Мне она не понравилась. Может быть, кто-то ее пробовал, и она кому-то подошла. Но, к сожалению, мне такие щеточки не подходят. И само качество нанесения тоже оставляет желать лучшего. Хотя упаковка мне безумно понравилась. На этом были все мои пустые баночки. Надеюсь, вам понравилось это видео. Потому что пустых баночек было много. Много ухода за волосами, за телом. И даже декоративная косметика. Так что, если все вам понравилось и было интересно и полезно, ставим палец вверх. Подписывайтесь на мой канал. Кстати, не забудьте подписаться на мой инстаграм. Всех люблю и целую. До встречи в новых видео. С вами была Маша. Пока-пока.